Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас встреча с блогером очередная. Аркадий живет в Торонто, в Канаде. Я живу в Нью-Йорке, и мы сейчас будем общаться. Первая часть, я задаю вопросы Аркадию. Аркадий, как ты попал в Канаду? Чем занимаешься? Расскажи. Да, всем привет, друзья! Привет, Юрий! Если рассказать буквально вкратце, то в Канаде я живу последние 10 лет. До этого я жил в других странах. Я жил в Германии, в Эстонии, в Украине, вообще сам из России, поэтому история такая довольно большая. Почему так менял много стран? Ну, я не знаю, может быть, это как-то связано было с тем, что у меня родители были военные, и мы много переезжали в детстве, и мне не остановиться уже. Вот. Но в Канаде я задержался, скажем так, в своем сознательном возрасте на самый длительный период, да, то есть вот 10 лет на одном месте, фактически, и уже сделал выбор это сознательно, когда после того, как приехал в Канаду несколько раз, посмотрел здесь все, поучился здесь и уже, собственно говоря, таким образом принял решение. Вот. А что касается, как я оказался, я приехал по программе Federal Skilled Worker, сейчас условия немножко другие, сейчас там есть Canadian Experience Class, другие программы, но, в общем-то, все это называется профессиональной эмиграцией, да, то есть вот таким образом я сюда приехал. То есть ты приехал сразу, получил вид на жительство, получается, правильно? Да, я получил ПМЖ, грубо говоря, сидя в Москве, прождав там какое-то время, и уже по прилету в Канаду, в аэропорту оформил документы и через пару месяцев получил карточки постоянного резидента. А на сколько карточка дается? Эта карта дается на 5 лет, и сейчас такие же правила, да, в течение этого периода человек, но я не буду вдаваться в юридические подробности, должен большую часть времени проживать в Канаде, тогда он сможет ее продлевать дальше. Есть многие люди, которые никогда не подают на гражданство, и по 50 лет живут здесь с этой картой. Если человек хочет подать на канадское гражданство, он должен прожить 3 года в Канаде, но это не значит, что безвылазно, опять же, там есть свои тонкости, нюансы. Всего лишь через 3 года можно подавать на гражданство. Ты гражданин уже в Канаде, да? Да, уже длительное время. А чем занимаешься сейчас? Работаю я в образовании, в принципе, я этим занимался и раньше, я не преподаватель, я занимаюсь бизнес-девелопмент, если сказать грубо, то в Канаде университеты, колледжи, это огромные машины, огромные корпорации, и я работаю на организацию, которая управляет сразу несколькими учебными заведениями сейчас. И занимаюсь я фактически тем, что, скажем так, помогаю учебным заведениям выйти на те или иные рынки, я занимаюсь международными рынками, и все это нужно, естественно, для интернациализации, для прироста студентов из других стран и открытия новых возможностей для канадских студентов. Вот ты говоришь выйти на другие рынки, то есть фактически ты рекламой занимаешься, да? Да, развитие бизнеса, это работа с посольствами, с агентствами, с другими учебными заведениями, партнерские отношения такого плана, ну и естественно, поскольку ко мне обращаются люди из СНГ, студенты какие-то напрямую, то где-то я тоже что-то рассказывал. Но мы можем с тобой посодействовать, потому что мой бизнес как раз иммиграция в разные страны, у нас есть партнеры в Канаде в том числе, но адвокаты и агентства по трудоустройству, а вот образовательных утверждений не было, поэтому я тебя потом выведу, нашу сотрудницу, закатачивайтесь, может быть где-то можно давать вам клиентов. Окей, ты переехал с семьей? Я переехал с семьей, но, скажем так, это все было не очень просто, я был женат на тот момент, но переехал я один, переехал я для того, чтобы устроить здесь быт, найти работу, жилье и так далее, затем уже мы воссоединились с супругой, но расстались впоследствии здесь. Понятно, ясно. А почему Торонто? Ну, во-первых, я живу не в Торонто, я живу три часа от Торонто в маленьком городе, мне, кстати говоря, это очень нравится сейчас и в Торонто, поскольку я здесь, у нас здесь есть одно из учебных заведений, я сегодня работаю из офиса. В принципе, изначально я хотел поехать сначала в Ванкувер, когда первый раз увидел Канаду, Ванкувер, конечно, безумно интересный город, и, в принципе, западное побережье мне очень понравилось. Затем мне понравилось Калгари, я хотел в Калгари поехать, но дело в том, что в Канаде для того, чтобы встать на ноги, нужно начинать, как правило, с учебы. Без местных дипломов, без местных корочек здесь делать нечего, и у меня не было желания заниматься какой-то неквалифицированной работой с самого начала, поэтому я смотрел учебные заведения по своему профилю, легче всего оказалось с Торонто, потому что здесь был больше выбор, и по бюджету мне тоже это подходило, поэтому я начал с Торонто. Понял. Ты ведешь канал на Ютубе. Что это за канал? Да, друзья, мой канал «Карьера без границ. Международный опыт». Я, в принципе, хотел канал сделать сначала по Канаде, но иммиграционных каналов такое количество, и мне не очень интересно говорить только про иммиграцию. На моем канале очень много информации про быт. Что столько стоит, куда поехать, куда не ходить, как взять кота из приюта, я не знаю, вот такого рода вещи. Очень много вопросов связано с работой, с трудоустройством. Почему? Потому что я работаю постоянно со студентами, и студенты, которые приезжают в Канаду, конечно же, их цель – это не корочку получить. Их цель – это получить хорошую работу. Поэтому вопрос именно работы, трудоустройства, я знаю, досконально, по очень многим специальностям, и много веду вебинаров на эту тему. Ну и также у меня на канале информация по моим каким-то путешествиям, интервью, иммиграции в другие страны. Вот буквально на прошлой неделе, на этой неделе у меня вышли интервью из Уругвая и Аргентины по иммиграции в эти страны, поскольку я там был в отпуске и общался с местными, которые разбираются в вопросе. Вот, поэтому информации очень много по разным направлениям. Ты говоришь, вебинары ведешь, это бесплатные вебинары? Да, это бесплатные вебинары, как правило, они связаны со спецификой моей основной работы, ну и плюс что-то там параллельно какие-то интересные фишки добавляю уже от себя. Понял. Сейчас ты в офисе? Сейчас я здесь в таком лаунже, в принципе, я не ожидал, что придут люди, поскольку в пятницу у нас студенты не учатся. Я нахожусь сейчас в Торонто School of Management, но, видимо, тут какие-то мероприятия, и поэтому есть люди, надеюсь, что звука не будет на заднем плане. Хотел здесь именно, почему, начать видео, потому что за моей спиной Торонто, ну, чтобы вы видели, что тут... Троллейбусы там, да, ездят? Трамваи у нас, трамваи называются streetcar, да, то есть это не трамваи. Я тебе говорил, что я был на этих выходных в Канаде. Первая моя поездка, на самом деле. Я женат до этого была. Очень понравилась страна, хотя я был в очень короткое время, но прям прикольно. Был пока в одном только городе Материале, в Торонто, наверное, следующий. Ну, все понемножку, да. Хорошо, общая информация понятна. Уважаемые зрители, под видео будет канал Аркадия. Подписывайтесь, читайте, смотрите, изучайте, тем более. Он очень связан с образованием, поэтому обычно много вопросов. Юра, спасибо огромное за твои вопросы. Очень интересно было пообщаться с твоей аудиторией. Я надеюсь, что те, кому интересна тема Канады, начнут обращаться к себе больше, задавать вопросы с этим связанные. С удовольствием помогу, отвечу в комментариях. У меня к тебе тоже есть несколько вопросов. Дело в том, что вчера, когда, ну, собственно говоря, мы договорились об этой коллаборации, снять небольшой наш звонок телефонный, я зашел на твой сайт, я посмотрел информацию, которая есть, и понял, что твоя компания занимается иммиграцией в разные страны. Скажи, пожалуйста, какие сейчас вообще приоритетные направления, куда больше всего люди хотят уехать и откуда? Больше всего хотят уехать в США, как ни странно, но это не у всех получается. Сейчас очень сложности с Америкой много. И в итоге больше всего люди уезжают все-таки в ближнюю Европу. Это Польша, Чехия, Словакия, Венгрия. Это по нашей статистике. Канада тоже популярна по запросам, но опять же, так же, как в Америку, много требований, английский язык, образование и так далее. Не так все просто. Что касается, откуда хотят уехать, из стран Сен-Гет две самые страны, где больше всего потенциальных иммигрантов, это Украина и Узбекистан. То есть оттуда больше всего запросов. Ясно. Но интересная статистика. Хотелось бы узнать, на каком месте Канада в приоритете. Почему? Потому что я, конечно же, больше уже общаюсь с людьми, которые приехали сюда. И действительно, здесь люди абсолютно из разных стран. Очень многие проходят иммиграционный процесс через язык. Многие приезжают через учебу. Язык, профессии и так далее. Многие приезжают сначала через учебу. Некоторые даже с нулевым уровнем. И вот по поводу легализации, скажем так, получения ПМЖ, получения гражданства. Какая страна, на твой взгляд, сейчас самая быстрая для получения гражданства, для того, чтобы стать полноценным гражданином? Из цивилизованных стран. Понимаешь, очень сложно ответить на этот вопрос, потому что есть программы, которые позволяют купить паспорт. Это некоторые страны Карибского бассейна, тоже там Китти Сент-Невис, Доминика. Но, скажем так, с инвестициями до 50 тысяч долларов, куда можно уехать. То сразу купить гражданство. Таких нет. Да, да, да. Понятно. Только через вид на жительство. Но это европейские страны, прежде всего. То есть с Греции очень просто, с Кранией довольно просто, то есть с Латвией, кстати сказать, довольно просто. То есть есть в Чехии, то есть есть возможность открыть бизнес и там получить вид на жительство, либо не открывать бизнес, а есть такая программа финансово-независимые лица, когда у тебя есть доход в своей стране, ну там, не знаю, акции, то есть Газпрома владеешь, получаешь дивиденды, либо сдаешь там недвижимость в центре Москвы, получаешь доход, либо какой-то свой бизнес. И ты фактически, например, в той же Греции можешь жить неограниченное количество времени. Ты можешь прожить даже два дня в Греции, остальное время в своей стране, у тебя не заберут вид на жительство в Греции. То есть программ очень много, и мы обычно сначала даем человеку анкету, понимаем, что он хочет, задачу какую он ставит. Потому что больше всего, конечно, запросов не на эмиграцию, а на трудоустройство временное. То есть особенно с Украины. То есть хочу поработать там в Польше, там в Чехии, в Германии, и вернуться назад. Таких запросов максимальное количество. Иммиграция на втором месте. Учеба из наших услуг, это третье место занимает по запросам. Ясно, ясно. Ну, как-то традиционно, люди боятся даже немножко слова иммиграция, думают, что это что-то такое страшное, навсегда надо покинуть родину, забыть там, отрезать корни с родственниками. Друзья, я хочу сказать от себя, что, к сожалению, вот такой оттенок слова приобрело, наверное, в советские времена и не может отойти. Иммиграция – это нормально. Все люди из цивилизованных стран переезжают в другую страну на какое-то время, на длительное время. Женятся, выходят замуж, находят работу, переезжают еще в какую-то страну. Мы просто об этом мыслим немножко, да, так трагично. Я не знаю, согласен ты со мной или нет. Но для меня я не ощущаю, что я что-то оставил или что-то потерял. Вернуться можно всегда. Да, здесь как бы, ну, зависит уже от вас, хотите ли вы там разрывать корни или не хотите. Но попробовать себя, что-то сделать новое для себя, может быть, заработать, обрести новый опыт, новых друзей – вот это классно. Вот это то, что движет большинством людей, наверное, в мире, которые говорят и называют это иммиграцией. И вот иммиграция – это именно такой процесс. Вернуться не нужно, тем более сейчас появился YouTube, где большое количество блогеров, иммигрантов по каждой стране. В Америке их около 500, реально мы считали. Это абсолютно точная цифра. Сейчас уже больше. Вот. Которые так или иначе что-то снимают о своей жизни. И это было данные где-то 2 года назад. Сейчас, может быть, уже и тысяча. И в Канаде, я думаю, сотня. И как бы и в Германии, и в Чехии, и в Австралии. И, пожалуйста, смотрите, изучайте. Здесь ничего страшного нет. И есть страны, где и язык особо не нужен. Если бы жить в Бруклине и работать, ну, я про Америку говорю, работать у русских, так ты можешь и 20 лет жить без языка. То есть, но... Я никого не призываю так жить, но это у каждого свой путь, да? То есть, как бы, на самом деле. Вот. Ясно, ясно. Очень интересно. Вот по поводу США. Не знаю, насколько вопрос корректный. В принципе, многих интересует иммиграция в США. И действительно, мне, когда пишут насчет учебы, я вот думаю, там, отправить ребенка в Канаду или отправить ребенка в США. Посоветуйте, что лучше, что хуже. У меня есть видео на канале, мое личное мнение. Сравнение плюсов, минусов. Там поровну и плюсов, и минусов у каждой страны. Но именно с точки зрения легализации, с точки зрения тех, кто едет через учебу. Скажи, пожалуйста, насколько это реально потом получить профессиональную работу? Насколько это реально потом получить ПМЖ? Либо нужно в любом случае искать какие-то пути, какие-то, ну, не связанные уже именно с образованием, со своей профессией? Это реально, но, опять же, ты заканчиваешь университет, либо колледж здесь, ты получаешь аппетит, ты должен за этот год найти работу и потом показать себя работодателю. И работодателю можно попросить, чтобы он был твоим спонсором по рабочей визе или даже по гринкарте. Можно, в принципе, сразу попросить спонсирование гринкарты. Есть определенные программы, и B2, и B3. Это как бы первый путь. Но второй путь – это выйти замуж, жениться, получить там гринкарту через экстраординарные способности, через там инвестиционные программы в бизнес. На самом деле абсолютно реально, но это непросто. Это непросто. И я всегда всем говорю, вы должны показать себя здесь. Вы должны быть профессионалом, вы должны быть хорошим сотрудником, прежде всего. Если ко мне сейчас, вот у меня был бы стажер в компании, и ко мне бы пришел стажер с аппетита, это стажировка называется, понимаем, может, никто это не знает. Понятно. И сказал мне, что я хочу у тебя работать, я у тебя поработал 8 месяцев, но я хочу, чтобы ты помог мне с рабочей визы, я хочу здесь остаться. Однозначно, я дал ему все документы, потому что мне нужен этот человек. У нас, например, в компании сейчас 5 человек нехватка сотрудников, и мы готовы даже рабочую визу оформлять. Я не говорю сейчас даже про учебу, просто человек уже получил образование в Украине, в России, мы готовы дать ей рабочую визу, спонсировать грин-карту, но мы не можем найти себе людей. Это большая проблема, огромная проблема. Ясно, ясно. Здорово, очень интересно. Ну, так, может быть, для справки, в Канаде рабочая виза, это, наверное, самый сложный способ. Когда люди спрашивают, как сюда приехать, проще, наверное, дешевле два раза иммиграционный процесс пройти, чем один раз рабочую визу. Почему? Потому что работодатель должен доказать, что никого нет в стране на это место. То есть, таких вакансий, конечно же, не так много. Учитывая количество иностроенных студентов. Сказывать, да, это тоже непростой процесс, но это процесс, его, слушай, делают, а что делать? Нехватка в угол, сколько людей берет по рабочим визам, огромное количество, потому что... Да, да, такой уровень, естественно. У меня тоже из рук, который Майкрософт приехал в США, поработал, ему надоело, не понравилось, перевелся в Майкрософт в Москву, через два года опять переехал в США, его спонсировали опять же в Майкрософт, и уже на более высокую позицию. То есть, конечно, зависит. Все находят какие-то варианты для себя. Если человек хочет остаться, он останется. Все равно, большинство, давай так, не все, не 100%, но, наверное, 90% могут найти вариант. Ясно. Ясно. Хорошо, ну, интересно, спасибо. Мне вот такие моменты хотелось узнать, так, может быть, для какого-то личного самообразования, для того, чтобы люди, которые смотрят по Канаде на канале, сравнили для себя, приняли какое-то, может быть, решение более взвешенное и посмотрели варианты по США, в том числе. Вот, поэтому спасибо огромное за ответ. Да, ну, рад знакомству, давай, как бы, сотрудничать. Я тебе дам сотрудника нашего, который занимается как раз с новыми партнерами. Анна, ее зовут, может, где-то там. Будем работать по учебе. Отлично, хорошо. Друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, задавайте ваши вопросы в комментариях. Будем общаться, будем отвечать на вопросы. Всего доброго, пока. Пока, Юрий. До свидания.